Привет! Думаешь, что студенчество это скучно и однотипно? Тогда будь готов услышать обратное. Меня зовут Анастасия Коломеец и я познакомлю тебя с активным Татарстаном. Погнали! Чтобы наверняка перестать бояться сцены и стать более раскрепощенным, участвуй в фестивалях и, конечно же, премии достижения года 2021. Но чем привлекательно это мероприятие? Все просто. Именно тут, в этом году, талантливые студенты смогли побороться со страхом публичных поступлений и параллельно выполнить миллиард заданий, чтобы стать лучшим студентом в Республике Татарстан. Сотни студентов, 17 номинаций и одна площадка премии. А что еще нужно для счастья? Конечно же, участие в достижении года. А ты знал о существовании студенческой весны для профессиональных образовательных организаций? Если нет, тогда готовь все услышать, потому что мы тебе расскажем об этом. Впервые в истории России студенческая весна для профессиональных образовательных организаций прошла в Челябинске, где свои таланты показала во всей красе Республика Татарстан. Шикарное выступление, однако Татарстан не смог занять первое место. Но это не повод расстраиваться в следующем году. Получится достичь статуса регионального победителя. Для студентов жаркое лето – это время не только для отдыха, но и для побед. Так, первокурсник координатуры Казанского федерального университета стал инициатором проекта «Студент плюс». Хажакбар Валежонов вместе со своей командой стал победителем на седьмом всероссийском форуме обучающейся медициной и формации. Казалось бы, первокурсников, страстно интересующейся медициной, отыскать довольно-таки трудно. Но если ты таким являешься, то не стесняйся и пополняй фонд побед Татарстана прямо сейчас. Победителей не судят. Именно так можно сказать про победу студента Казанской Государственной Академии ветеринарной медицины. Героем конкурса «Наука. Новый взгляд» можно считать Владислава Кемесева, который не побрезговал изучить скот Республики Мариэл и рассказать о своих наблюдениях будущим исследователям. За свою работу Владислав занял второе место, но этот диплом ярко описывает весь труд, который приложил студент. Порабимся за него. Продолжаем студенческий дайджест. И следующая новость понравится всем диванным критикам и студентам Казанского Государственного Архитектурно-Строительного Университета. 61-я спартакиада студентов и 11-я спартакиада сотрудников КГСУ подошла к концу. Спортсмены университета соревновались между собой по 13 видам спорта, и победу среди студентов одержала команда ИСТС с активом в 11 очков, а среди сотрудников победителем стала команда ИЭС с активом в 14 очков. Награждать победителей будут на торжественной церемонии, которая пройдет в сентябре во Всемирный день студенческого спорта. А ты знал, что МВД России умеет не только соблюдать порядок, но и побеждать в конкурсах? Кажется, что это какая-то шутка, но стереотипы МВД развеял старший инспектор КВИ МВД России. Он смог победить в фотоконкурсе, который прошел в Уральском юридическом институте МВД России. Старший инспектор стал не только победителем, но и обошел 16 образовательных организаций МВД России, Республики Беларусь и Республики Казахстан, а также переплюнул 78 конкурсных работ. 77-е место — это, конечно, не первое, но тоже неплохо. Именно такую позицию в рейтинге РАИК-100 занял Казанский национальный исследовательский технологический университет. Это очень хороший результат, если учитывать, что в прошлом году вуз имел всего 83-е. Нынче КНИТУ обогнал многие рейтинговые российские вузы и стал одним из лучших в России. Поздравляем и ждем еще больше результатов. Существует мнение, что программисты и айтишники скучные и нудные. А если мы скажем, что это не так? Айти-сфера — это не только интересно, но и полезно. Чтобы убедить в этом активную молодежь Казани и показать им высокие технологии на грани магии, 10 июня на террасе айти-парка был проведен студенческий митап. Полсотни желающих познакомились с программным дизайном и узнали, как делать за тест приложений. Хедлайнером, то есть гвоздем программы, стали представители Минцифры Республики Татарстан и сам Айрат Хайрулин, который возглавляет данные министерства. В конце мероприятия участников ожидала автопати, где можно было не только устроить нетворкинг, но и как следует оторваться. А теперь новость для всех любителей продуктивного летнего отдыха. Продолжается регистрация заявок на Всероссийский студенческий форум Таврида. Став участником форума, появится возможность развить свои навыки во многих сферах. Например, театр, кино, вокал, сценическое мастерство. Море лекций и мастер-классов погрузят слушателей в выбранную сферу деятельности. Ко всему прочему, не стоит умалчивать о фестивале Таврида Арт. В финале форума будет возможность подать свой грант на Всероссийский конкурс молодежных проектов от Росмолодежи. Успевай подать свою заявку на форум и стать частью огромной семьи Тавриды. Делай свое лето поистине незабываемым. Это был студенческий дайджест и встретимся в следующих выпусках. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok